Анастасия Анисимова, выпускница 49-й школы, получает медаль за особые успехи в учении. Девушка сдала ЕГЭ по обществознанию на 100 баллов. Она собирается поступать в Самарский вуз, выбрала факультет государственного и муниципального управления. Уверена, что будущая профессия будет связана с развитием любимого города. Мне изначально нравилось все, что связано с обществознанием, как только в пятом классе оно началось. И в дальнейшем я поняла, что хочу связать свою жизнь и работу с людьми. То есть помогать как-то людям, взаимодействовать с ними. И в общем мне это интересно. Медали за особые успехи в учении вручает глава Самары Елена Лапушкина. Для торжественной церемонии пригласили стубальников, золотых медалистов, неоднократных победителей региональных и всероссийских олимпиад и конференций. Глава города поздравил их с успешным окончанием школы. Хочу вам пожелать, прежде всего, ничего не бойтесь. Всегда верьте в себя. Дорогу осилит идущий. Поэтому следуйте за своей мечтой, следуйте за своими планами. Идите только вперед, ни на что не оглядывайтесь. И знайте, что Самара вами гордится, Самара вас очень любит. В этом году медали удостоены 934 выпускника. 48 из них получили максимальные баллы на ЕГЭ. Выпускникам пришлось заканчивать учебный год и готовиться к экзаменам в непривычных условиях. Из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, 11-ти классники занимались дистанционно. Школьники отметили, что им не хватало дружеского общения и живых уроков с любимыми учителями. Но, тем не менее, они смогли добиться высоких результатов. Если есть цель у детей, высокие результаты, конечно же, ребенок придет к этой цели своим усердием, своими стараниями. И, конечно же, должна быть еще и поддержка родителей. После торжественной церемонии Елена Лапушкина побеседовала с выпускниками. Ее интересовало, куда собираются поступать медалисты. А ребята спрашивали ее о школьных друзьях и о том, как добиться успеха в любимом деле. Напоследок глава города отметила, что такие талантливые молодые люди обязательно будут востребованы в родном городе. Андрей Горгуленко, Василий Колдашов. События.